Первый автомобильный приёмник, выпущенный здесь не столь уж и давно, нынче досрочно стал прадедушкой. Зная доподлинно, ещё многим владельцам он до сих пор служит верой и правдой. За короткое время сарапульские мастера, хотя и обременённые в прежние годы военными заказами, сумели создать целое семейство автомобильной радиоаппаратуры. И очень скоро от простых радиоприёмников перешли к стереофоническим автомагнитолам. Некоторые из них, допустим, как Урал-334, может работать и в малолитражке, и вполне автономно. Для владельца это, без сомнения, удобно и экономно, когда один аппарат заменяет два. Но гораздо большими сервисными удобствами обладает автомагнитола Урал-292, выпуск которой развернут сейчас на заводе. У новинки компьютерное управление, есть память. Значит, не нужно крутить ручку настройки, а просто нажать кнопку, и всё произойдёт автоматически. И нужная радиостанция подаст голос. Можно сделать и моментальный обзор, остановив выбор на новостях или музыке. Всё это происходит сейчас. И в тяжелейших условиях конверсии, в пору рождения рынка. Замечу, что именно он, жить-то надо, заставил здешних мастеров, что называется, на бегу, разработать и подготовить к выпуску новый, чуть упрощённый вариант магнитолы Урал-293. Допустим, если заводчане не смогли купить или достать нужные детали, а есть какой-то иной их набор, то на конвейер встанет 293-я модель. А это уже работа, прибыль, заработок. Если за предыдущие пять лет сарапульцы нарастили выпуск товаров почти на 10%, то только за нынешний год рассчитываю сделать вдвое больше. К этому добавлю, что реализация первой в стране региональной удмуртской программы конверсии позволит по расчётам разработчиков увеличить выпуск товаров республики почти на 2 миллиарда рублей.